Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла весна, и самое время приготовить что-нибудь очень-очень свежее, очень натуральное и очень единичное. Это, друзья, на художественном кухне пхари. Пхари готовится с двух ингредиентов, со свекольной ботвы, и можно также взять шпинат, а можно взять их вместе, как я это и сделаю. Но вы можете поэкспериментировать по отдельности. Также нам понадобится кориандр 30 граммов, на нашем языке это называется хинди, 100 граммов грецкого ореха, петрушка и укроп вместе 30 граммов, Также нам понадобится календула, тот же самый хуйтель уавили, красный перец чили, соль, винный уксус, маленький лучок и 3 зубчика чеснока. Сначала мы должны сварить наш шпинат и свекольную ботву. Если вы думаете, что это количество зелени много, вынуждена вам сказать, что они уменьшатся во время варки примерно в 3 раза. Я кладу зелень кипящую воду, закрываю крышечкой, ставлю огонь на минимум, и они должны вариться примерно 4-5 минут. Я проверяю готовность, раздавливая стебеля пальцами. Если они легко раздавливаются, значит можно их вытаскивать. Я перекладываю свекольную ботву и шпинат на друшлаг и, а потом сразу же под струей холодной воды. Это останавливает процесс варки. Пока наша зелень остывает, можно приготовить другие ингредиенты. Я нарезаю зелень. Это кориандр, петрушка и укроп. Нарезаю я их очень крупно, потому что они все равно должны идти в кухонный комбайн вместе с другими ингредиентами. Итак, в кухонный комбайн идет наша нарезанная зелень. 100 граммов грецкого ореха. Также я измельчаю чеснок. И наш чеснок тоже идет в кухонный комбайн. И там идут также наши специи. Одна чайная ложечка хвитери хвавилии, та же самая календула. Красный перец чири, совсем немного, на кончике ложечки. И пол чайной ложечки соли. Я их просто измельчаю. И вот такую красоту мы получили. Я туда добавляю 6 чайных ложек винного уксуса. При тебе можно добавить и 3 столовых ложек вместо этого. Количество будет одно и то же. И начинаем приготовить нашу свекойную ботву и шпинат. Сначала нужно выдавить из них воду. Я это делаю руками, маленькими комками. И так далее. И опять же, я их нарезаю очень крупно, потому что они все равно должны идти в кухонный измельчитель. Мы должны их измельчить так ассистенцией пюре. Мы кладем весь наш шпинат и ботву в кухонный комбайн для измельчения. И вот что мы получаем. Ботва и шпинат измельчились на консистенции пюре. И на дне у нас наша приправа с орехами. И пришло время добавить к нему лук. Но до этого мы должны его нарезать очень-очень мелко. И так я добавляю лук. Хорошенько все перемешиваю и пробую. Так, это очень вкусно. Но я бы еще добавила немного уксуса. Уксус тоже чувствуется. Но у меня уксус не был достаточно крепким. Вы можете также добавить немного соли, так как в моих рецептах я определяю изначально минимальное количество соли. Для оформления, как правило, мы выкладываем бхали на листьях салата. И украшаем гранатом. Вот так выглядит наша бхали. Итак, наше блюдо готово. И самое время его испоковать. Как правило, мы едим его в чате. Наше чате я сниму также отдельное видео. Так, теперь я попробую описать это блюдо. Это достаточно соленое, достаточно чесночное. Там чувствуются все эти специи и лук. А чате балансирует вот этот вкус, потому что это практически безвкусное. Вместе они просто фейерверк ароматов. Большое спасибо за просмотр. А я с вами увидишь на следующей неделе. И я обязательно вам покажу какой-нибудь издисканный гранатистический рецепт. До свидания.